Я сейчас лечу. Все, доброе утро, дорогие друзья. Всем доброе, добрейшее, веселейшее утро из Иерусалима. Вот он я. Так, мы продолжаем изучать важнейшую, важнейшую прямо книгу, которая называется «Шмират Алашон. Сохранение языка». И, значит, мы сейчас узнаем, что можно, что нельзя говорить. Мы узнаем, первая часть, мы узнаем, какие запреты Торы нарушаются в момент произнесения Алашона Ра. Напоминаю, Алашона Ра и Рахилут – это злоязычие и сплетничество. Это запреты, не просто это запреты Торы. Мы сейчас уже изучили 15 запретов, а всего есть 17 запретов из Торы, которые нарушаются в момент произношения злоязычия или сплетничества. 17, представьте, 17 – это страшное дело. Это, например, те, кто соблюдают запреты из Торы, нельзя есть некошерную еду. Ты съел некошерную еду, не дай бог, и ты нарушил один запрет. А когда ты съел, а когда ты сказал правду, но которая опозорит другого человека, ты нарушил 17. Представляете, это просто вообще… Причем, как в конце говорит нам сегодня, как раз мы научимся эти 17 запретов, значит, Хавицкаем говорит, что среди этих запретов есть статьи, за которые прямо в Торе написано, что Бог дает смертную казнь Бадинэй Шамаем. То есть не по земному суду, но человек как бы своим вот этим вот злоязычием, нарушая заповедь, сейчас мы ее как раз изучим какую, делает на себя как бы на небе. У индусов это называется словом карма, у нас это называется суд, небесный суд. То есть прямо может себе поставить опасность, опасность для жизни. А есть разновидность злоязычия, которая лишает человека доли в грядущем мире, несмотря на всю его Тору, заповеди, добрые дела. Злоязычие, когда он кого-то прилюдно позорит, и человек бледнеет, краснеет, написано, нет у него доли в грядущем мире. Представляете, это вообще удивительная вещь. И так, значит, говорит нам Хавицкам еще одну вещь, что тот, кто говорит злоязычие сплетничества на вдову или на сироту, и говорит, даже если они богатые, но он их позорит перед ними, то он также нарушает запрет истории. Значит, не всякую вдову и сироту не притесняйте. То есть Бог особенно заботится о вдовах и сиротах. И он, значит, сказал дальше, там написано, написано так в Торе, да? То есть те, которые вдов и сирот словами позорят перед ними, то они попадают под действие вот этого духовного закона, где Бог сказал, что я разгневаюсь и убью вас, таких людей. Представляете, это страшное дело вообще, страшное. Страшное дело, насколько человек не знает и не понимает всю опасность, когда он словами кого-то обижает, словами кого-то позорит. То есть я вот сейчас, после того, как я эти заповеди вместе с вами изучаю, эту тему, я вообще молчу. Последние дни молчу, стараюсь вообще никого, не дай Бог, словом не обидеть, потому что это очень оказалось, что это серьезнее, чем все остальные нарушения Тора. Интересно, я вспомнил такой анекдот, когда сын возвращается домой, и его такая религиозная мама спрашивает, сыно говорит, вот ты был там в компании, о чем разговаривали? Он говорит, мама говорит, я же не хочу нарушить законно сплетни и злоязычия. Но она говорит, ну тогда не передавай ни сплетни, ни злоязычия, о чем разговаривали? Он говорит, молчали. Если без сплетни и без злоязычия, тогда все молчали, нечего рассказать. И это действительно, когда смотришь, особенно когда смотришь современное телевидение, еще раз повторюсь, есть такая передача «Прожарка». Вот просто это анти... Вот если вы хотите увидеть, что такое злоязычие в чистом виде, то вы смотрите туда, и сидит какой-нибудь там человек, его все позорят в лицо, прямо ему позорят его. И представьте, насколько это яд ужасно, что те, кто слушают это, они все принимают вот это вот злоязычие на себя, да? А когда они принимают на себя злоязычие, они становятся как соучастники в этом. Они же потом думают, что это можно, что это можно, они думают, да? И получается, что люди начинают друг с другом так разговаривать, а потом появляются конфликты, разводы. Ведь это страшное дело, когда люди друг друга обижают. Вот сейчас мы до этого дойдем. Значит, шестнадцатый запрет, шестнадцатый пункт. То есть, особенно, еще раз мы подчеркнул Хавицкаем, что если это вдова или сирота, вообще ни в коем случае никак нельзя словами их обидеть и так далее. Но здесь он дает сноску, он дает сноску. Если, например, есть какой-то сирота, и вам надо его воспитывать, то есть вы должны его воспитывать, вы должны на вас ответственность его сделать человеком и помочь ему победить свою животную натуру, у всех людей животная натура, и вы должны ему указывать на его ошибки и давать ему советы, наставления и так далее. Иногда, если он делает плохие вещи, даже наказать надо этого сироту, да? Например, живет вдова, и у нее есть сирота. Получается, она вдова, и у нее ребенок. Значит, вдова и сирота. Получается, вдова, когда воспитывает своего ребенка, она же должна его воспитывать. Так здесь говорит Хавицкаем, если это речь идет о том, чтобы воспитать, и он говорит сейчас, значит, о воспитании, то очень нужно при этом предостерегаться и говорить с ним максимально мягко. Максимально мягко нужно говорить об этом. Я сейчас вспомнил еще одну историю, которую я слышал. Как-то был один Рэбе, один был Рэбе, и, значит, я вот, смотрите, на вопросы, как исправить, я пока не знаю, мы дойдем до... У нас же впереди целая книга, как исправить. Но походу извиниться, если человек извиняется три раза искренне, и тот его не прощает, то на том, кто извиняется, на нем уже нет ответственности греха, потому что он раскаялся, он попросил прощения и так далее. А тот, кто не прощает, это уже его тогда ответственность, он как жестокосердный называется, да? Но если три раза извинился, то нормально. Сейчас я вам расскажу две истории, касаемо, значит, первая история. Один Рэбе был, был один Рэбе, и он, значит, жил в городе, где-то это было больше ста лет назад, как раз тогда появились такое направление реформисты. Реформисты, они говорили, что иудаизм надо реформировать, и что Бог имел в виду для того поколения, а сейчас другое поколение. В общем, они начали, это называлось движение «Оскала-просветители». И возник конфликт между раввинами, которые держали Тору в том виде, в котором ее получили на горе Синай, без искажений, без изменений, и вот эти вот реформисты, которые говорили, что выполнять заповеди не обязательно. И вот жил такой, был один директор банка, он был еврей, но он абсолютно ничего не соблюдал. И был там Рэбе, который был главный раввин такой, этого местечка. И этот Рэбе как-то пришел к этому директору этого банка или владельцу банка, постучал к нему в дверь, слуга открыл, провел этого Рэбе в кабинет этого владельца банка, очень богатый дом, такой все. И этот Рэбе сел и сидит. Сидит, значит, тот ему говорит, Рэбе, а чего вы пришли? Он говорит, я пришел выполнить заповедь. Он говорит, какую? Он говорит, есть заповедь увещевать в Торе, да, что написано в Тотех Эд Хавереха Велотиса Аллафхет, что ты должен увещевать ближнего своего, и ты не понесешь за него греха. Потому что, если ты молчишь, то ты как бы поддерживаешь, если он делает грех. Поэтому, если ты его не увещеваешь, то ты как будто бы к нему присоединяешься. Он говорит, есть заповедь в Торе увещевать, но, но, в Шулхана Рухи, в сборнике законов, написано, что если ты знаешь, что твои слова не будут услышаны, то с тебя эта заповедь снимается. Он говорит, так я к вам пришел, потому что я думаю, что все равно мое увещевание услышано не будет. Но я хотя бы пришел, я пришел, дошел, но ничего не говорю, потому что все равно пользы от этого не будет вас увещевать. Поэтому я, как выполнил заповедь, сделать попытку, но при этом в месте, где твое увещевание не будет услышано, не говорить. То-то ему говорит владелец банка, а в чем вы меня хотели увещевать? Он говорит, есть одна вдова, которая, вдова, сирота, у нее ребенок маленький, сирота, и значит, в банке вашем суда есть у них, а у них нет денег платить, и вы их выселяете на улицу, у них дом протекает, крыша протекает, в общем, они бедные, но вам же все равно это, что это вдова, что это сирота, вы же не соблюдаете заповеди. Он ему говорит, вы знаете, говорит, но если вы думаете, что все равно, то, конечно, а тут у него, понимаете, какая идея, если бы этот раввин пришел, начал бы на него кричать, Давид, ты негодяй, там и так далее, он бы этого раввина выгнал, но в такой мягкой форме, когда раввин даже его и не просил ни о чем, да, и даже его не увещевал, он говорит, я знаю, что вы все равно не сделаете, то он наоборот, этот директор банка, он говорит, а вот вы знаете, вот в этот раз вы ошибаетесь, вы что думаете, если мы там заповеди не соблюдаем, у нас сердца нету реформистов, у нас есть сердце, и я вот просто так, потому что я человек добрый, я, значит, эту вдовую сироту, значит, им прощаю их суду, и никто их выселять не будет. Раввин говорит, ну, слава Богу, чтобы было там за это действие у вас благословение, и вы понимаете, вот тут есть нюанс, как увещевать, то есть можно увещевать, я когда приехал, мы приехали в Израиль, то я на детей пытался их увещевать такими методами, давай там угрозами, ну, как-то пытался надавить, хорошее дело, я хотел, чтобы они все делали зарядку и рано утром вставали, и чем я больше давил, тем больше было сопротивление, в какой-то момент я подумал, что вреда от того, что я давлю, больше, чем польза, которую я от этого получаю, и перестал давить, ну, хорошо, значит, у них это они уже взрослые, они сами понимают, и когда я перестал давить, кто-то начал вставать из них, кто-то не начал, кто-то спит до 10, то есть, но, как бы, когда человек другого хочет увещевать, хочет его критиковать, хочет ему что-то добавлять, то он должен понимать, что часто вред от того, что ты давишь или угрожаешь, может быть больше, чем польза, которую ты получишь, и вторую историю я хочу рассказать из Талмуда, была такая история, был великий мудрец Талмуда, Раби Йоханнан, и вот этот Раби Йоханнан, он, Раби Йоханнан, как-то он познакомился с одним разбойником, дело было так, разбойник, звали его Райш Латиш, главарь банды разбойников, шел по берегу Рити, и увидел, на том берегу Рити купается какая-то очень красивая женщина, и он прямо, он был разбойник же такой, он разбежался и перепрыгнул, видно, ну, израильские рети, они такие не сильно широкие, такие ручьи, и он перепрыгнул на тот берег, подбежал к этой женщине, которая купалась, и тут он видит, что эта голова из рети торчит, а это не женщина, это мужчина, и он ему говорит тогда, да, говорит, такую бы красоту женщине, а эта голова на него смотрит, и говорит, да, такую бы силу, и мудрецу Торы, и тут это, оказывается, это была голова Раби Йоханнана, и он этому говорит, Реш Латишу, слушай, говорит, у меня есть сестра, она еще больше красивая, чем ты, и значит, она больше красивая, чем ты, чем я, больше красивая, чем я, если ты оставляешь свое ремесло разбойничье, и садишься учиться в мой бэтмидраж, он был глава, ешивы такой, то я выдам ее за тебя в жены, и я тебе обеспечу, то есть, ты будешь мой ученик, значит, у тебя будет все хорошо, Реш Латиш подумал, подумал, говорит, хорошо, я меняю свой образ жизни, я становлюсь религиозным фанатиком, иду к тебе в ученики, и он, написано это в Талмуде, что он хотел перепрыгнуть обратно, чтобы, ну, попрощаться с разбойниками, с этими там, забрать, может, вещи какие-то, и он не смог долететь, допрыгнуть до обратного берега, и Талмуд говорит, видите, тот, кто принимает на себя ярмо Торы, то есть, тот, кто становится, для кого главным становится духовное, то сразу же у него физическая сила падает, то есть, у него сразу же физический тонус упал, он не смог обратно перепрыгнуть, пока он был разбойником, у него вся его жизнь была сосредоточена вокруг физической силы, когда он принял на себя Тору, то он, его физическая сила упала, то есть, когда человек уходит в духовное, то его привязанность к этому миру уменьшается, в общем, он вернулся, стал учеником Раби Йоханнена, и они учились, и он очень быстро поднимался в Торе, он стал великим мудрецом, и Раби Йоханнан с ним учился, сидел в Хавруте, вдвоем они все время учились, и как-то они изучали, изучали они как-то одну мешну, которая была посвящена тому, в какой момент, там, оружие принимает ритуальную нечистоту, становится уже способным принимать ритуальную нечистоту, и вот, значит, они поспорили на эту тему, и Раби Йоханнан сказал ему, да, говорит, разбойник свое ремесло помнит, то есть, он, его, можно сказать, что по, вот если говорить по законам, которые мы изучаем, то в этом высказывании было нечто обидное для Рейшлатиша, да, то есть, это была правда, он в прошлом был разбойник, но он же уже не разбойник, и нельзя напоминать человеку, мы уже учили, о его прошлых каких-то, о прошлых его ошибках, нельзя запрещено ему напоминать, а Раби Йоханнан ему напомнил, тоже вопрос, кстати, я спрошу у кого-то из равинов, таких серьезных, у меня есть равинов, с тем я могу общаться, спрошу, как они это объясняют, с точки зрения закона Влашонара, но слушайте дальше история, Рейшлатиш ему говорит, я, хоть и был разбойником, говорит, но я даже, когда был разбойником, был уважаемым человеком, всегда, и, значит, как-то он сказал, я не помню, что он конкретно сказал, но он сказал, что-то типа, что я от тебя получил, от Раби Йоханнана, что я здесь, в общем, у них завязалась такая, небольшая, как перепалка, да, то есть, один другому сказал, тот ему ответил, и, последствия этой беседы, Рейшлатиш заболел, Раби Йоханнан на него обиделся, и Рейшлатиш заболел, заболел он и лежит при смерти, приходит родная сестра, Рейшлатиша, к Раби Йоханну, родная сестра, жена Рейшлатиша, приходит к Раби Йоханну, и говорит ему, слушай, у меня муж умирает, давай как-то вылечи его, благослови его, ну, как сними, он же, из-за вашего конфликта умирает, тот ему, Я же вдову останусь Раби Йоханан ему ей говорит Бог любит вдов, Бог о тебе позаботится Вот видишь написано Бог, он сказал, что тот, кто вдову обидит Значит у него Вдову и сироту не обижайте Бог сказал, это запрет истории И я разгневаюсь на того И убью того, кто будет обижать вдову и сироту Она ему говорит Брату своему, слушай, говорит Дети останутся сиротами Раби Йоханан говорит тоже Бог заботится о сиротах, все не переживай В общем, умер Рейшлатиш Представьте, это в Талмуде история Я не помню в каком трактате я учил это место По-моему, Баба Мецея В общем Умер Рейшлатиш Умер Рейшлатиш И Раби Йоханан заболел Тоже заболел после этого Заболел он, и он просто Место себе не находил, как же так Из-за меня умер Рейшлатиш Я теперь с тем же буду изучать Тору Дали ему Мудрецы видят, что он заболел Он с ума сходит от горя Да, Раби Йоханан Они В общем, он сошел с ума Потом мудрецы за него молились И он выздоровел Что мы отсюда видим? Что мы отсюда видим? Что когда Когда идет вот такой вот конфликт Даже между близкими людьми Особенно между людьми У которых высокий духовный уровень То каждое слово Оно имеет силу И не дай бог Вот дальше смотрите Давайте Значит, мне нужны часы 10.21 Значит Я чуть-чуть забегу вперед Тогда мы, я думаю, сегодня закончим Но не закончим Есть еще один запрет Вот здесь 17-й Что иногда Есть еще один запрет Который нарушается Он говорит Когда Двое спорят И говорят Лошонарас Злоязычие друг на друга В гневе Во время Того Как они проклинают Друг друга А иногда Даже они проклинают Именем Всевышнего Там Знаете Как Даже близкие люди Когда они в гневе Они полностью теряют Полностью теряют Самообладание Интеллект В гневе человек может Такие страшные вещи говорить И если в гневе Они друг друга Ругают Проклинают То есть запрет в Торе Не проклинай Глухого И здесь Как бы Почему в Торе написано Глухого Что даже глухого Который не слышит Твои проклятия Запрещено проклинать Тем более Того Который слышит И здесь Как раз Вот Случилось Видно Что в гневе Они Друг другу Сказали Какие-то вещи И представляете Какая Какая из этого Вышла Страшная концовка Теперь Что мы отсюда учим Мы отсюда учим Первое Давайте еще Вот на сегодня Мы закончим Особенно Надо быть осторожными С вдовами С сиротами То есть О них Бог заботится И тот Вдовый сирот Обижает Потом у него Конечно Могут быть Проблемки Дальше Дальше Когда люди Близкие Начинают Ссориться Ни в коем Случае Нельзя проклинать Другого Если это Твои близкие люди Вы потом Помиритесь А проклятия Не имеют силу Поэтому Не дай Бог Во время Я читал Одну книгу По семейным отношениям И там Ее автор Зовут его Джон Готман Он проводил исследование И он говорит Что при пульсе Больше 90 ударов В минуту У человека Полностью отказывает Рациональное мышление То есть Если поднимается пульс Выше 90 ударов В минуту То у человека Он на эмоциях У него мозг Перестает работать И он И он Семейный Джон Готман Один из самых известных В мире Семейных терапевтов Он говорит Что если вам Дороди Ваши семейные отношения Если у вас Поднимается пульс Сразу расходитесь В разные стороны И ждите Пока у вас Пульс успокоится Ниже 90 удара В минуту Ни в коем Случае Не разговаривайте На пульсе Выше 90 Такой он давал совет Чтобы не дай бог Не сказать Те слова Друг другу За которые Потом вы Пожалеете Но слова Уже Знаете Русская поговорка Слово Не воробей Вылетит Не поймаешь И получается Что когда Люди Ссорятся И друг другу Говорят обидные вещи То потом Эти обидные слова Они внутри Как я Такой Очень тяжело Даже когда человек Прощает Очень тяжело Забыть эти слова Поэтому Вот здесь Надо быть Предельно осторожным В близких отношениях Ни в коем случае Не использовать Плохие слова И не ранить Личность Другого человека Это Очень Ну такая Прям большая рана От которой человек Может даже заболеть Не дай бог Умереть Все Удачи Успехов Всем Хорошего дня Чистого От злоязычия Все Пока